Давайте начнем этот урок с эксперимента. Подадим плюс на нижний вывод колодки GP5 и включим питание. Начнет вращаться правый мотор. Давайте теперь подадим плюс на нижний вывод колодки GP8. Теперь работают оба мотора. Значит нижний вывод колодки GP5 отвечает за включение правого мотора, а нижний вывод GP8 за включение левого мотора. Сбоку от моторов есть переключатель, который отвечает за направление вращения колеса, рядом с которым он расположен. Переключите направление вращения сначала одного колеса, а затем другого и посмотрите, как будет вести себя машинка. При помощи переключателей можно заставить ее вращаться на месте, ехать вперед и назад. Сейчас при движении прямо вы наверняка можете заметить, что машинка движется по дуге. Это происходит из-за того, что скорость моторов немного отличается. Мы научимся справляться с этим в следующих уроках и сделаем так, что машинка будет двигаться идеально ровно. Но пока оставим это как есть. В этой книге есть табличка состояния переключателя. Заполните ее, закрасив положение выключателей, при котором машинка движется вперед, назад, вращается по часовой и против часовой стрелки. Эта табличка поможет вам в дальнейших уроках быстрее настраивать автомобиль. Ну что же, теперь вы умеете включать моторы и задавать им направление движения. А как вы думаете, в каких бытовых приборах используются моторы? Попробуйте вспомнить их. И вы удивитесь, насколько их много. В стиральной машине мотор крутит барабан, что позволяет стирать вещи и отжимать из них воду. Мотор феня для волос крутит лопасти, заставляя воздух проходить через нагревательные элементы. Мотор в пылесосе работает аналогично, только он откачивает воздух, благодаря чему воздух в перемешку с пылью засасывается в пылесос. Принтер при помощи моторов захватывает лист бумаги и прогоняет его через себя. Кондиционер и вентилятор благодаря моторам обеспечивают циркуляцию воздуха в помещении. Блендер, миксер, соковыжималка и мясорубка помогают на кухне в приготовлении пищи. Холодильник использует мотор для циркуляции специальной жидкости, благодаря которой происходит охлаждение ваших продуктов. Микроволновая печь при помощи мотора вращает тарелку с едой, чтобы она более равномерно прогревалась. Вибровызов смартфона это мотор с утяжелителем на одном конце, который при вращении начинает вибрировать. В компьютерах, ноутбуках моторы используются для охлаждения процессоров. Кабина лифта поднимается также благодаря мотору. Электровелосипед, электросамокат, автомобиль Тесла и прочий электротранспорт также используют для своего движения моторы. Это далеко не полный перечень устройств, где используются двигатели. Как же хорошо, что они были изобретены.